МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Часть 4. Эффект присутствия. Эффект присутствия включает в себя ряд трюков, которые должны имитировать реальность, достоверность. Иллюзия достоверности оказывает сильнейшее эмоциональное воздействие и создает ощущение большой подлинности событий. Человек не подозревает, что это всего лишь дешевый трюк. Мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает. Часто простое кажется вздохным. Черный, белый, белый, черный. Простенький фокус с таким монохромным превращением белого в черное, плюсов в минусы и так далее, это еще не чудеса. Так, стандартные пиар-приемы. В бурную предвыборную пору происходят и не такие метаморфозы. Удивительной способностью к мимикрии, то есть быстрой смене окраски в соответствии с окружающей средой, оказывается, обладают и целые политические партии. Но, казалось бы, что может объединить безмятежно-зеленое обновление с радикально-синим ЛДПР Приднестровья? Какой серо-бурый коктейль получится? А если еще и сдобрить прорывом осиной окраски и такой же ядовитости? Какая гремучая смесь получится в результате? И как долго просуществует столь нестабильное соединение под красивым лозунгом «Вместе с Россией»? О своем объединении заявили силы, но настолько далекие от каких-то схожих идеологических платформ, что, в общем-то, это вызвало некоторое удивление. Но при этом можно было объяснить желанием и стремлением к тому, чтобы избирательная кампания действительно прошла цивилизованно. И можно было только порадоваться за то, что люди с такими далекими позициями в политике и в мировоззрении и в идеологии вдруг решили объединиться ради такой благородной для общественного развития цели. Но ход событий показал, что ничего, кроме рыночных отношений в политике, если можно так определить это мероприятие, в общем-то, не было. И действительно, о какой общей платформе может идти речь, если еще в начале этого года ЛДПРовский лидер был так разобижен на победившего его на выборах в Верховный Совет кандидата-обновленца, что даже в суд обращался с целым списком претензий. И вот несколько месяцев спустя враги уже в одном окопе, вернее в колонне, в обрамлении осиных флагов прорыва. Ждали, наверное, друг от друга того, что участники альянса поделятся собственными ресурсами. На самом деле никто однозначно объединять ресурсы, и тем более делиться этими ресурсами для достижения цели не хотели. Каждый имел свое желание как-то зарисоваться перед населением, и желательно перед избирателями, и желательно зарисоваться с позитивной стороны. А так как непродуктивность буксирования одного воза в разные стороны наглядно объяснил еще дедушка Крылов, то исход был вполне предсказуем. Первым невыгодную упряжку прорвал Дмитрий Соин. И впрямь, зачем тащить к сверкающему финишу повозку с Каминским, когда можно самому с ветерком прокатиться на предвыборной колеснице. И коалиция распалась. Коалиция, как таковая, я не могу отвечать за центральный сайт партии, кто подписывал это соглашение, но я считаю, что если не выдержатся условия любого соглашения, любого договора, это уже не договор, это уже не договор. Каждый должен идти к своим путям. Он выбрал этот бой, пожалуйста, его убрал. С дипломатического на русский это переводится примерно как «скатертью дорожка». Да и темная лошадка этот Соин. Кто его знает, какие цели на самом деле преследует ярко-желтая команда, методы, символы и действия которой так живо напоминают пару новых правых и лимоновцев вместе взятых. С них станется раскачать ситуацию до предела, а потом объявить, что народ против фальсификации. Неважно, была она или нет. Впрочем, удивляться Соинским маневрам нечего. Он и его команда не в первый раз демонстрируют способность мгновенно и кардинально отменять полярность своих убеждений. То он за президента, то за глобальные перемены, а нынче вот самому повластвовать захотелось. Что ж, имеет право. Интересно только, с каким лицом, в случае обоюдного пролета на выборах, вернется возглавляемый Каминским парламент, кинувший его депутат Соин. Так он лукавый призлым заплатил за предобрейшее. Сам захотел царствовать и всем владеть тем. Впрочем, краснеть Соин уже давно разучился, судя по Леонтьевским эфирам. Да и не так уж он и виноват в распаде Альянса. Дело в том, что такие вот конъюнктурные объединения, в принципе, не живут долго. Вот эти вот личностные какие-то требования к тому, чего люди хотят от политики, необходимость отрабатывать корпоративный интерес, потому что за его отстаивание тебе заплатили, необходимость самому проявиться в этой политике, потому что, к сожалению, современные политические деятели приходят в политику не для решения общественных задач, а для того, чтобы самому состояться. Наверное, это тоже неплохо, но какой-то общественный интерес тоже должен в деятельности политика присутствовать, поэтому эти альянсы быстро распались. Возникает вопрос, кто же из них теперь вместе с Россией? Менее искушенный избиратель, чем наш, наверное, растерялся бы. Но преднестровцы четко знают, с Россией весь народ. Все, кто проголосовал на референдуме за единство с Россией. А те, кто сегодня выкрикивают те же лозунги, но уже в своих корыстных целях, мягко говоря, некорректны. Мне кажется, наш избиратель четко понимает, что вместе с Россией именно он, преднестровский народ, электоральное сообщество. Понимаете, вместе с Россией не могут быть политики. Вместе с Россией может быть государство и народ, который живет в этом государстве. Поэтому говорить, что мы с Россией — это депутат Сойн с России, или мы с Россией — это спикер Каминский с России, или мы с Россией — это президент Смирнов с России, это кривить душой, потому что с Россией вообще-то преднестровский народ, который избрал этих людей во власть и ждет, чтобы эти люди отстаивали их интересы. А что мы видим в этом альянсе Сойн-Каминский? Или там, скажем, не будем переходить на личности, в альянсе «Прорыв обновления». Мы видим только стремление решить свои личные и узкокорпоративные интересы. Вот только корпорация — это не весь народ. А чего хочет народ, он ясно высказал на том же референдуме. Сохранение преднестровской государственности, гармонизации с Россией и как вариант вхождения в нее субъектом федерации. Обновление свой курс на Россию всячески подчеркивает. Особо пиарятся межпартийные связи с «Единой Россией». Мол, все с Великой Родиной, но вот мы совсем-совсем с ней. Мы здесь все за тебя, но Саша, он за тебя, за тебя. Он за тебе, чем мы все этот Саша такой. По тем же партийным каналам в ПМР регулярно привозятся российские чиновники различного уровня. Вот только не говорят они почему-то ни о признании ПМР, ни о Приднестровье как о независимом государстве. Друзья обновления все больше вещают о территориальной целостности Молдовы и бесперспективности курса на независимость. Нам не очень понятны те желания видеть Россию в качестве гаранта признания независимости Приднестровья, который исходит с левого берега Днестра. Мы считаем, что та ситуация социально-экономическая, которая на сегодняшний день существует в Приднестровье, напрямую бьет по жителям Приднестровья, 120 тысяч из которых граждане России. В этой связи мы считаем, что выход на соглашение и выход на единение с правым берегом позволят снять все эти вопросы. Вот так. Непонятно только, как эти высказывания гостей обновления согласуются с высказываниями лидера партии. Все мы вместе делаем одно общее дело – признание и благополучие нашего государства. Чувствуется все же, что от поддерживающих Каминского чиновников содействия в признании нашей государственности не дождешься. Тут нужны политики, способные на поступки, а не только громогласные заявления на местечковом уровне. Россия уже проявила однажды политическую волю, признав Южную Осетию и Абхазию. Что же мешает перенести этот опыт на Приднестровье, не дожидаясь кровавых трагедий? Десять лет назад, восемь лет назад, пять лет назад, нам те же люди, которые потом говорили, что мы всей душой за независимость Абхазии, доказывают, что это нельзя делать. Да что вы, мир взорвется, да вы что, да это невозможно, да это все. И они же потом сказали, да, ну что, ну вот так. И что мешает сейчас то же самое сделать в отношении Армении и Приднестровья. И совершенно это не приведет к цепной реакции, другие захотят, что они захотят. 20 лет такой трудной жизни и войны, никто не захочет войны и трудной жизни, да, так сказать. Это же тяжело зарабатывалось, это же не просто так. Тяжело зарабатывалось, мягко сказано, болью, кровью и непомерным трудом. Это наше, в буквальном смысле отвоеванное, то, чего мы не отдадим, наше государство. И никакие потоки грязи, льющиеся из российских СМИ, приднестровцам глаза не замажут. И незаезжим чиновникам вещать нам о переменах, им бы со своими проблемами разобраться. А гарант стабильности – надежный и проверенный лидер. И смена его в непростые для государства времена никогда еще ни к чему хорошему не приводила. В Соединенных Штатах, вплоть до окончания Второй мировой войны, не было ограничения по количеству сроков избрания президента. А Рузвельт избирался четыре раза. Он руководил страной в самые тяжелые годы экономической депрессии и во время Второй мировой войны. И избирался четыре раза, потому что действовал эффективно. А во Франции после Второй мировой войны, там срок президентский был семь лет без ограничения по количеству раз избрания. О чем это говорит? О том, что когда страна находится в сложных условиях, в тяжелых, находится на выходе из кризиса, становится на ноги. Вот эти элементы стабильности, в том числе и в политической сфере, крайне важны. Кому, как ни Путину, об этом знать. Недаром его авторитет в глазах приднестровцев так высок. Чем и пользуются большие друзья единороссов-обновленцы. Весь мощный финансовый ресурс Приднестровской партии парламентского большинства, весь спектр примененных пиар-технологий плохо помогают достичь заветной цели. Несмотря на рейтинги, растиражированные Соинским центром «Социум», которые, кстати, уже обвинили в некомпетентности и незаконном использовании чужого названия, видимо, истинное положение дел для кандидата обновления не очень обнадеживающее. Настоящие рейтинги, те, что проводятся в настоящих лабораториях и строго по науке, обычно не тиражируются широко. Но если уж опубликовываются, то им можно верить. Тираспольские НИИ стратегического анализа и прогнозирования проводят такие исследования регулярно. Данные корректируются каждую неделю. Так вот, цифры меняются, но одно неизменно. Кандидат Каминский стабильно отстает от своих основных конкурентов как минимум на 10%. Кстати, пару недель назад этот разрыв был еще больше. Ну как тут не пустить в ход тяжелую артиллерию? Нельзя сказать, что такие баннеры появились неожиданно. Обновленцы так пиарят свои тесные и неразрывные связи с российской партией власти, что, видать, уже сами поверили, что они с «Единой Россией» — единое целое. И после того, как Владимир Владимирович официально разрешил единороссам использовать предвыборной кампании свой образ, обновление, ничтоже сумняшееся, отнесло это позволение и на свой счет. Аннет. Использование тяжелой артиллерии обернулось статьей о незаконном применении данного оружия. На предвыборных плакатах, формально демонстрирующих партнерство партии «Единая Россия» и «Преднестровская партия обновление», методом монтажа соединены изображения Владимира Путина и кандидатов президента Приднестровья Анатолия Каминского. При том, что известно, что партийные лидеры никогда лично не встречались. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, использование образа Путина в предвыборной агитации Каминского осуществляется без согласия Путина и незаконно. По российскому законодательству это действительно статья. В нашем избирательном кодексе такой нет. Но кроме категории юридических есть еще и совесть. Зачем же подставлять лидера вашей дружественной партии, господа обновленцы? Ведь кажется, после скандалов с местными выборами в России, где на фото с Путиным не засветился разве что ленивый кандидат, уже совершенно ясно, как российский премьер относится к таким шустрым мастерам фотошопа и самопровозглашенным партнерам. Вот общих дел, где бы с одной стороны участвовал партия обновления, с другой стороны партия «Единая Россия», может быть просто мимо меня информация прошла. Поэтому я думаю, что здесь только как бы протокол о намерениях существует и о поддержке инициатив друг друга. Вот сотрудничества я не вижу. Поэтому сказать, что это настоящий межпартийный союз, я тоже не могу. А знаменитая депеша Путина, присланная лично Каминскому к съезду обновления, это всего лишь фоксимиля стандартного приветственного адреса, как в том мультике «Желаю удачи, целую князь». Штабу Каминского не позавидуешь. Что ж, снимать теперь любовно вывешенные баннеры. А компания в самом разгаре. Волей-неволей надо искать новые козырные карты. У нас прекрасные стартовые позиции. Предвыборной программы нет, с прессой не договорились, на все 7 дней. Уходим. Конечно. А деньги? Остаемся. Конечно. Чем же можно купить электорат? Молодежь ведется на массовые акции, концерты, марафоны. Желательно со звездами, помоднее и подороже. Прием проверенный. Им еще Ющенко на Майдане с успехом пользовался. Молодежь в восторге, и ей, в принципе, уже не столь важно, что у сцены красуются чьи-то предвыборные плакаты, а непосредственно со сцены звучат агитационные речи. Тех, кто постарше, можно массово поздравить с каким-нибудь праздником. Да вот хотя бы День матери скоро. Можно с открытками и агитки поразносить, и подарочки, если партия средства не зажмет или агитаторы их не прикарманят. Хотя чего мелочиться на такое-то дело? У вас же не даром парламентское большинство. Еще пару-тройку инициатив ваш кандидат в рамках своей предвыборной программы продвинет по отмене налогов для корпораций и спонсора обновления. Можно пообещать и популистский закон принять. Например, о сокращении срока армейской службы или о гарантированном трудоустройстве для молодежи. А то, что в реальных условиях эти законы вряд ли будут работать, так об этом дорогой избиратель узнает только потом, после выборов. Мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает, часто простое кажется вздохным, черным, белым, белым, черным.